ну что всем огромный привет с вами снова я кирилл добро пожаловать на мой любимейший youtube канал подписывайтесь обязательно ставьте лайки если вам интересна парфюмерная тема то подписывайтесь на телеграм-канал все ссылки вы найдете в описании и в закрепленных сообщениях сегодня у нас очень интересная тема это ароматы лучше или наравне находящиеся с нишевой и селективной парфюмерии вообще кстати зацените макияж какой крутой такая вампирша зефирша очень классно долго с ним учился но все получилось все как всегда потому что все что мы не захотим все она исполняется достаточно приложить минимум усилий так вот люксовые ароматы которые лучше или наравне с нишевой парфюмерии вот ну в основном у нас будет люкс ну во первых надо как бы выяснить что для вас нишевая парфюмерия нишевая парфюмерия это независимая бренда которые делают которые парфюмерия это искусство вот где достаточно нетривиальное сочетание тех или иных парфюмерных нот которые вызывают небольшое недоумение короче ароматы нетривиальные не для всех либо отличающие от других это отличает нишевая парфюмерия от ну в принципе до большинства люксовой парфюмерии но случаются у нас такие звездочки в люксовой парфюмерии которые очень сильно очень даже неплохо утирают нос любым другим нишевым ароматом я не очень как бы отношусь к ниши к селективу к вот этому вот всему потому что для меня проще найти все-таки звездочку в люксе чем как-то марать нос об нишу и портить нос потому что часто там как в плохих плохих артхаусных фильмов нету нету того из чего можно дальше идти то есть нету смысла какого-то основного стержня ну посмотрите любой там чей какой русский какой-нибудь артхаусный фильм вы поймете что там просто такая вот кинокартина высосанная из пальца просто какие-то странные действия в основном сейчас нишевая парфюмерия она представляет собой ну нечто странное без любого какого-то там другого концепта просто вам туда напихали но как ароматы не убили вот вам туда напихали ртути вот этих всех вот и нюхайте как бы это для меня некрасиво поэтому такая вот такой вот у меня отношения к нишевую парфюмерия так ключу поперли первый аромат который я вам хотел показать это бюрбари а бюрбари а че ты упал то и ну вот сломал крышечку а нету че-то это а раскальцевалась слишком быстро дернул это у нас бюрбари бюрбари брит ритм фохи о боже фэйл в прямом эфире вот вот эту штучку у него выпало такое бывает такое бывает аромат сто лет поэтому это в принципе возможно как так то надо и приклеить такой вот бюрбари аромат знаете очень интересные он холодный он с мужинкой он в то же время очень какой-то теплые женственными вот тут какое-то сочетание такого вот семейного и такого вот мужского то есть за семейное тут отвечает какая-то роза тут есть роза пудра это все помадится вот с одной стороны а с другой стороны такой вот яркий фужер лавандовые ноты очень острые это короче знаете такая вот игра какой-то междуречье парфюмерно вот он очень яркий он очень такой напористый очень красивый вот лично я тут реально слышу розу возможно какую-то фиалку но где-то там далеко и она вся в такой вот руку помадной розовой пудре вот и превалирующая все-таки тут нота острый такой вот лаванды очень интересно я бы сказал что это немножко в духе совсем чуть-чуть 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 похоже по факторным ощущениям с либре и в сын лоран что-то есть тут общая именно вот этот вот лавандочка но в либре и в сын лоран она немного другая поэтому забыли все что я сказал классный аромат лаванда роза сочетание несочетаемого что-то типа того так вот можно это описать дальше мне кажется что это вообще лучше любых селективов это suar d'orient сисли 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 сардарент очень даже достойный аромат что тут интересного но вообще вот эти вот все ароматы я вам скажу они все концептуальны которые сегодня покажу потому что они именно интересные не за счет чего-то странного за счет именно вот это вот микса и какого-то концепта который возникает в голове вот тут у нас сразу же бьют в нос ядреные альдегиды холоднющие какие-то не старые она а новые альдегиды знаете которые очень острые которые очень яркие потому что старые альдегиды они мягкие это новая альдегиды нового поколения нашей химической продукции вот и дальше идут деревяшки специи и роза тоже тут я тоже слышу розу не все в ней услышат розы на те кто нанюхан услышат в деревяшках где-то в бревнышках то как на бэк каме в бревнышках горящих где-то розу тут есть ладан вот это вот ощущение горения и очень интересно что тоже идет какое-то противоставление то есть горящих каких-то палок веток бревен этих всех и холодного ядреного альдегида и в этом все вот такие вот цветы как роза возможно арцисс тут есть очень интересно специи ладана красивенно очень хорошо он звучит летом вот летом это вообще отвал всего летом никто не вы не останетесь незамеченный но это конечно на любителя аромат как и вся в принципе парфюмерия сисли на меня она нравится потому что реально это очень необычно в люксе и это очень классно и интересно это не ухать и это не какой-то там бессмыслица из странных ароматов это очень красиво дальше тоже я бы назвал вполне себе ничего так сальвадор дали я его еще и очень люблю сальвадор дали вот такие вот google до туалет а чего бы нет к тому же это вот прям практически копия юбилейного амуажа ну а мошка юбилейшин как по мне очень при очень похож вот тут такая вот классическая шипровая композиция ну вот покажите мне какой нишевый дом не сделал краска классическую шипровую композицию потому что это уже устарела и сейчас нишево это и будет звучать настоящий как бы настоящих реалиях то есть мир современная она вас такая вот винтажная штучка поэтому это вполне вписывается в такую концепцию ниши и это звучит очень очень при очень не устаревший я бы сказал вот потому что также у сальвадор дали оцелот тоже хорошо очень звучит но вот это это прям такая вот звездочка сальвадор дали дали шиска вот кому же бюджета аромат стоит там тысячу с чем-то бегите покупайте если у вас нету очень похож на амуаж юбилейный вот ну то есть такая вот классика жанра которая должна быть у всех как я это называю трупный лимонад вот нибудь сейчас подшел бы под образ тогда лишь том ford не знаю люкс это или нет ну что тут ну дорогой люкс шанхайская лиля шанхайская лилия том ford сколько там время 8 минут а мне кажется вообще это улёт лиля дерево ладан специи мира какие-то черный перец все оттенки мне кажется даже есть какую-то вот этот вот как мускатный орех то есть очень она острая то же время тут вот эти вот пачули томфордовским томфордовские пачули это что-то с чем-то надеюсь вы знаете как в том ford noir de noir там идеальные пачули тут они такие же и поверх этого всего такая вот яркая какая-то тигровая наверное лилия вот но это аромат конечно же лилейный почему не кто-то в нем не слышат лилия я честно говоря не понимаю потому что лилия тут что ни на есть конкретная и самая настоящая очень красивый аромат очень классный очень интересный яркий ну вот и также что из интересных тут цветок и он обыгран не совсем такими вот устоявшимися принципами овеяниями цветка то есть цветок обычно у нас в чем цветок он обычно у нас в других цветках а тут цветок в ладане тут цветок в деревяшках и вы в куче моря специях и что интересно это очень очень лилия подходит поэтому аромат этот что что надо очень классный очень крутой вообще советую всем потом горькая новость горькая новость потому что more jacobs decadence по моему свозят с производства вот я бы вам сказал more jacobs decadence это блин но это блин супер это открытие там 2018-19 год когда он там появился балдежный аромат тут самая лучшая ваниль какая-то соленая тут дофига всего на самом деле шафран ваниль специи вот эти вот фиг его на ноты разделишь но это очень красиво очень празднично и если у вас есть возможность поищите в интернете можно найти в принципе сейчас вот если вы упустили возможность купить decadence то сейчас у вас есть последний шанс в принципе поищите обязательно потому что это очень достойная вещь не дайте ему отстояться потому что надо отстояться вот такая вот шафран ваниль какая-то зимняя очень теплая композиция и за счет чего мне кажется нишим потому что ни на что не похожая ваниль она какая-то солоноватая немножко даже ну древесно какая-то я бы сказал когда коктейль не знаю почему и вот эти вот специи звучит балдежно нигде ничего похожего не слышал поэтому советую вам дальше ну конечно же без этого аромата не было бы и такой темы дучи мемуар конечно же он сюда входит но тут говорить думаю ничего ромашка либо масло подсолнечника вот потому что и пахнет и тем не другим вообще конечно это поодаль стоящий аромат от всех люксовых ароматов потому что это очень странненько что люкс вообще это сделал такой не совсем продаваемую историю он погремел как бы и перестал наверное скоро снимут спокойная ромашка чистая такая хиповская хиппевская пойти куда-нибудь на единение с природы с природой знаете и говорить ничего это странненько это классненько это нужно купить если вы хотите чего-нибудь необычного пощекотать свой носик необычными историями поэтому гучи мемуар одеор супер-пупер потом кстати локси танчик я взял тель де люмьер вот такой вот локси танчик локси таноза тут у нас тоже интересное сочетание мед медовые цветы мед нарцисс мускус такой даже животненький немножко и это все с лавандой мне кажется шикарное сочетание смотрите сколько у меня уже его от вида потому что его реально люблю интересный аромат солнечный в духе таракоты но по настроениями в духе таракоты в духе поэмы но это другое то есть он праздничный такой вот классный как такой-то яркий но это другое мед лаванда цветы какая-то знаете сельскохозяйственная история но очень запоминающая прям балдежный садить какая крышечка просит очень очень красивая я крышечка крышечка это тоже важно дальше тоже гуще кстати флаконы такие пыльные гучи гилл сам солю может ской это кто знаете такие вот парфюмерные есть такие вот прям извращенцы если вы любите но ты какую-то фекальность это грязного мускуса если вы вся такая вот прям я хочу какой-нибудь фекальной штучки как у него грязного мускуса потного жеребца и сам сада дистанца то для вас есть гучи гилл сам солю мужское как кто ищет ноты метро тоже сюда кто ищет ноты какой-то дубовый такой вот кожи советской тоже сюда кто ищет ноты кожаного кресла тоже сюда дорогого салона это все про него кожа грязный мускус очень он такой животный анималистичный ближе к базе может раскрыться как шипор от новой зари кстати но это если летом носить может раскрыться как шипор от новой зари именно вот это вот противная мочегонистая нота она в нем присутствует но это очень красиво никто не говорит что мы против ночи мы против кого очень даже за если это в нужное время в нужном месте вот поэтому такой вот он для меня с осторожностью немножко воспринимать его наношу там под определенное настроение когда и такая амазонка вот и тогда у меня он он очень хорошо идет либо где-нибудь на ночь дабы на нанюхаться этими парами и впасть в какую-то такую кожаную кому очень интересный очень классно обязательно попробуйте его кто не пробовал но это обязательно нужно попробовать надо развивать свои рецепторы дальше май кутюр живанши май кутюр у меня японская версия май кутюр тоже чем он примечательный чем интересный тут перец тут перец какая-то пудра но как бы все ну один перец понимаете просто перец но такой классный острый и крутой и знаете он очень близко стоит си лолит олимпика я не стал брать си потому что не знаю решил взять это потому что это прям перец перец где вы еще встретиться аромат перца нигде ну лолит олимпика си и вот поэтому я вам его сюда засунул чтобы у вас был аромат снутый черного перца такой вот май кутюр запомните за скриньте попробуйте найти где-нибудь увидите купить тоже разнюхаете эту историю и напоследок ну конечно конечно куда без него обязательно лука шарель ну что ни на есть ниша чуть-чуть вам тут не хватает вот чё вам тут не ниша аромат пластмасски аромат пластмасски пародия на человека пластмассовые куклы фарфоровые куклы искусственных волос париков вот это вот всего вот даже знаете тут вот даже есть ноты какие-то цветы ну какая-то ну я бы это как будто знаете искусственные цветы такие вот какие-то альфакторные ощущения искусственные цветы искусственная вот это вот пластмасса искусственная жизнь вот как будто вы живете в кукольном домике и вы барби и вот там вот пахнет вот этим и вот у барби есть парфюмка и она пшикается вот этим потому что ну тоже какое-то все очень ненастоящее как из какой-то другой планеты я бы не сказал что он какой-то супер готичный супер темный супер такой не знаю ароматы по готич как бы мисс готильда не спорте вот ну вот это вот не очень готично но навевает какие-то такие вот мрачные мысли насчет искусственной жизни типовый барби пошли в кукольный домик и навшекались вот этим это супер звучит на самом деле но я его использую очень редко то что у меня редко такое настроение вот и все такие вот у нас ароматы люкса реально нагнул нишу пробуйте эти ароматы и не разочаровывайтесь в жизни в первую очередь ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на телеграм канал подписывайтесь на канал за донат ссылки в описании потому все всех люблю всех целую все ароматы вы найдете в инфобоксе люблю целую пока-пока чмоке